О поиске 58-летней жительницы Кустанайской области и ее 11-летней внучки 26 декабря было объявлено около 11 часов. В полицию поступило сообщение о том, что около 7 часов они вышли из дома, расположенного в селе Степное Кустанайского района пешком в направлении села Айсары, где хотели поймать попутку до Кустаная. Для приобретения продуктов питания. По дороге, в связи с погодными условиями, был сильный ветер, буран. Девочка и женщина потерялись в связи с плохой видимостью и погодными условиями. Очевидно, ненасть не застала их пути. В поисках участвовали 35 сотрудников полиции, 30 департаментов по чрезвычайным ситуациям, 30 военнослужащих, 5 представителей Акимата, 20 волонтеров. Было задействовано и 6 единиц техники, внедорожники, вездеходы и снегоходы. Мы еще на поисках, но вообще ничего не видно. Стало еще хуже. У женщины был с собой мобильный телефон, но он оказался вне зоны доступа. В поисках пропавших бабушки и внучки, собравшись пешком, прошли участки степи между село Вестепное и Айсары, прочесали лесопосадку, расположенную вдоль автодороги, ведущей в Кустанай. Ближе к вечеру, к исследованию местности, еще подключились добровольцы. Один квадроцикл, вот кто-то ездит, я не знаю, кто-то приехал. Пацаны вот идут, и на квадроцикле один кто-то ездит. Вот сейчас проческа идет с одной, с второй стороны не покажу, потому что там их уже не видно. После наступления темноты во избежание новых потерь людей, поиски были прекращены. Утром к ним приступили вновь. Мы рассчитываем и надеемся, что бездести пропавшие живые, здоровые, возможно, где-то находятся дома. Однако надежды не оправдались. Тела пропавших были обнаружены в снегу недалеко от поселка. До дома они не дошли примерно 200 метров. Предварительная причина смерти – переохлаждение. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе назначенного расследования.